Да, за Немигой я действительно наблюдал, все матчи, которые я смотрел, они все проиграли, но при этом я бы был, наверное, несправедливым к ребятам, если бы не сказал, что все свои матчи, которые они проиграли, вот в БО-3 сериях, они на самом деле довольно неплохо, они могли их выиграть. То есть там ни в одну калитку, две по двадцать, там реально борьба везде, они у непов отжали карту и на самом деле вполне могли бы выиграть у них, если бы просто, ну там просто протупка очень жесткая произошла у них, их там фантомка переехала, если вы помните эту игру, там такие игры, они, конечно, очень сильно дезморалят, когда ты вот вроде доминируешь 40 минут, а потом прыгает фантомка там, которая наконец-то нафармила себе БКБ, БФ, Дизоль. И просто твоего Вайда, который, ну там неудачно Мон подрубил, просто его срезала там за Крит, а потом еще раз делала то же самое, вот, и все, собственно, игра проиграна была, хотя там на протяжении всей игры Немига хорошо все делали. Вот, там против Империи у них были матчи, они там тоже чуть не отжали катки у них, ну короче, такое, такое, скажем так, то есть они могут что-то выиграть. Про Сайбериум я, я так понимаю, именно они десятое место занимают, вот сейчас Лекс там вернется с микрофоном. Я тут, я не знаю, изменилось что-то или нет. Нет, ничего не помню, ну, наверное, мне просто кажется, я... Ну, может быть, не знаю, все, вроде нормально. Я в последнее время... Они одинаково, Форс и тут, они вдвоем на десятом или на девятом, выбирайте сами, как хотите. Я понял, я понял. Ну, тут довольно быстро, кстати, или, опять-таки, может мне кажется, что быстро драфты развиваются. Сайбериум, по крайней мере, не тратят дополнительного времени практически вообще. Немига почти все дополнительное время истратили. Забрали Лину, Тинни, Энчантра с Тимбера. У Сайбериум, Снепфайр, Спектра, Ченк, Локверк. Более стабильный драфт именно у Сайбериум. У них хорошая связка на харде, у них хорошая связка на легкой линии. И сейчас у них еще и ласпик в мид будет. А, погоди, хорошая связка на легкой линии, там же Тимбер. Пипец. Ну, ладно. Ну, короче, что-нибудь придумать. Надо просто выиграть линию на сложной. И в миде хотя бы 50-50 отстоять. И уже можно будет играть. Тимбер, он чем усложняет игру? Он, если ты проиграл харду, то есть, если ты проиграл харду, то ты, скорее всего, проиграешь игру против Тимбера. Ну, или, по крайней мере, тебе будет крайне несладко. Потому что Тимбер на своей линии стоит хорошо. И если на харде у вражеского керри все супер круто, а у твоего хардера все супер плохо, то керри, который стоял против Тимбера, ему некуда идти, кроме как в лес. Вот. И это проблема. То есть, он не может там где-то на харду выйти, не может нормально... Нормально себя чувствовать. Так, значит, должен быть пик керри сейчас для Radiant. Ну, зная этих ребят, они там чисто на сигнатурках стараются играть. Я думаю, что тут какой-то Террар Блейд сейчас будет. Террар Блейд или Тролли? Вот одно из двух. Лайфстиллером они не играют, хотя Лайфстиллера Сайбериум банили. Там был даже момент, когда... Знаешь, типа, всех коров перебанили, и Марс и Спектра играют против Немиги, а они все равно и берут, и пикуют Террар Блейда, блин. Хотя там есть Лайфстиллер. Ну, я же говорил, типа, либо Тролли, либо ТБ. Сайбериум чем ответить? Надо что-то на мид. Вообще, вариантов куча хороших. Берут Бэтрайдера. Можно вообще попытаться профлексить. Например, так, Айру на Бэтрайдере, да, это хардер у них. И Мастермайнд будет на Соло Мид Снепфайр играть. Ну, короче, как-то так. Вот. Слушай, Лекс, знаешь, что я хочу сказать тебе? Нет. Не пропустите ни одной секунды матча мимо ушей вместе с серией игровых гарнитур JBL Quantum. Потрясающий звук и возможности кастомизации станут открытием даже для самого требовательного геймера. Вот. А еще, Лекс, а еще, Лекс, ты можешь забыть о тормозах на стриме и плохой картинке, ведь именно для тебя Мегафон сделал ненормально быстрый интернет. Смотри все трансляции Epic League на ненормальных скоростях вместе с Мегафоном, самым быстрым партнером нашего турнира. И это еще не все, ведь Хавейл, эксклюзивный автомобильный партнер трансляции Epic League в мире киберспорта, ведет игру на максималках. Вот так. Так я не понял. А коэффициенты от паримача, кто будет показывать? Давай посмотрим. Покажи, давай. Что это такое вообще, ну? Ну нет, у нас фавориты в этом матче, это понятно. Команда пока не показывает скилл ни та, ни другая. Но Немига немножко перетягивает на себя одеяло. В общем, наверное, да, ожидание, что у Немиги шансы побольше. Но по драфту, вот как с Айбериум уверенно героев набирали, они же вообще, по-моему, бонус-тайм почти не использовали. Там, может, пару секунд. А так, прям уверенно драфт прошел. Все героев, которые хотели, видимо, забрать, взяли с легкостью. Вчера с Айбериум, не сказать, что прям ужасно играли у них, что на первой, что на второй карте начало-то было перспективное против Йелла Субмарин команды, которая была в шаге от попадания в первый дивизион. Так что, глядишь, с Айбериум дадут здесь битву. Но поглядим, поглядим, как все будет работать. Как этот Батрайдер сработает. Тимбер тоже. Герой всегда неприятный, который отчасти меняет игру и на линии, потом начинает носиться по карте, все убивать. Какой-то худ здесь прикупить Тимберсоу, и уже будет значительно проще. Тут реально магия не будет работать. Эктивармор будет работать на ура. Вайпер, наконец-то, против Спектра, кстати, банить начали. А то бывали моменты, когда Вайпера не банили, что удивительно, еще и не пикали против Спектра. Но теперь чаще замечаем, что Вайпер в банах, когда появляется Спектра. Слишком уж Вайпер хорош. Не только против Спектра, так еще и на линии обычно там стоит. Любому мидиру дает огня. Ну и, конечно, и Вайпер на 3 могут поставить, где он тоже начинает душить любого кэрри практически. Спектр пока идет вниз с Ченом, кстати, что это по линиям-то получается. Батрайдеры хотят против Тимбера поставить, но это очень очевидный мув. Для... Ну, для Немиги должен быть. Но тут, видишь, ведь ситуация такая, что Чен играет в команде, а он ведь очень хорош при свапах линий. Он же может зареколить. Вот, и... Могут возникнуть проблемы у Немиги. Если Батрайдер встанет против Тимбера, Тимберу будет очень трудно. Тимбер пока спрятался в Рошпит. Саппорты ищут героев, и они никого не находят. То есть это уже сразу первый такой, как бы, признак того, что, скорее всего, команда Сайбериум будут свапать линии. Вот, им нужно сейчас в этом убедиться. Но убедиться в этом очень-очень сложно, потому что Батрайдер, там, видишь, уже он прям в леса зарылся, и полиция не собирается. Ну все, надо свапать линии обратной. Это уже, ну, по-моему, должно быть суперочевидно. Но Тимбер пока стоит. Или они будут стоять против Батрайдера все-таки, типа, придушат его. Я не знаю, мне кажется, Батрайдер вообще не испытывает никаких проблем. Тем более, там, сигнатурный Батрайдер, вон, платинового уровня. Должен знать, что надо делать в таких ситуациях. Наверняка не раз Айро попадал в матчмейкинге в такой расклад. Что там, типа, пикается Тимбер какой-то, и он там свапается. Просто в матчмейкинге нужно еще со своим кэрри договориться, знаешь. Типа, из разряда, давай, давай, свапаемся, значит, линию проиграешь. Тут вроде бы как команда, тут проще. Ладно, смотрим. Тролль пока... На топе надо оставаться. Мне кажется, здесь будет попытка сейчас ФБ устроить. Очень большая вероятность. Но это шанс. Это шанс. То есть, если сейчас Батрайдера убьют на ФБ, ему придется на линию порталиться, и там уже свап-линии могут выиграть Немига. Вот, видишь, что они делают? Ну да, они его убивают. Убивают, убивают. Фраг еще и Тимберу можно ставить, но тут все-таки Тени в палете делают удар. Ну, хорошо. Немига здесь красавцы. Сейчас ситуация следующая. Батрайдер телепортируется в топ. Не, ну вообще, если Батрайдер телепортируется в топ, а Тимбер телепортируется в бот от него, то Спектр телепортируется в топ, Чен призывает Батрайдера и сам телепортируется в топ. То есть, ну, как бы вот так. Все-таки остаются на линиях Батрайдер вместе с Тимбером. Хорошо. В боте напали на тролля. Для тролля это не сильно кайфовая линия, если честно. Вот это вот. Правда, приходит Инча с крипом и... Вот Инча против Чена. Или Чен против Инчи. Не знаю, кто против кого лучше работает. Кто первый крипа переманит, тот типа и должен. У того и должны быть топки. Но вообще, по идее, Инча должна быть лучше. Инча же она любых крипов переманивает, а Чен, он имеет ограничения по уровню. То есть, он не может сразу больших крипов переманить. Ну, кстати, да. Кстати, да. Это реально неприятно. Ведь в момент каких-то сатиров условно бурю не возьмешь. Что-то в миде терпит очень сильно. 50 км. Вот, слушай, бабки вообще ничего нет. У Лины хотя бы мана какая-то еще остается. А бабка вообще пустая. То есть, надо и манго, и фласки везти. Ну, так и происходит. Кстати, Курьер едет. Пришел здесь Клок. Немножко пукает своими батарейками. Разумеется, Лина это не боится. Лина там пассивкой так разогналась, что стреляет по Клоку в ответ. Получил он по лицу. Ну, и бабка в ожидании Курьера. Лина что там? Боттл будут пытаться купить себя? Что там едет-то? Нет, тоже. Реген аналогичный. Два манго плюс одна фласка. Бабушка пока очень аккуратничает. Лина. Герой, в общем-то, надежный. И на позиции 4. Ой, ну ты грубейшая. Это грубейшая. Грубейшая ошибка. Да. Очень, очень. Неправильная игра. Тут сразу же Боттл приобретается. У Мастер Майнда. Восстанавливать ресурсы. Я вот, кстати, обратил внимание, что почти все Snapfire на миде берут Soul Ring. Такой артефакт, ну, не крайне непопулярный. Причем и Боттл, и Soul Ring приобретается. Хотя, учитывая, что Мастер Майнд очень рано Боттл купил, может, он все-таки не будет Soul Ring догрейживать. То есть он сейчас успеет этот Боттл пропить. Еще на 4-й минуте ему должен Клок помочь с контролем рун. И в мане недостатка на линии не должно быть. А потом всегда можно Клоритосами более-менее отбиваться нормально. Так, из-за того, что в Ботте первое время Немига стояли вдвоем, у них чуть больше левел у тролля. Петруччо выходит со спины, кидает Чена, убивает его. Не хотят ли Клока попробовать побить? Там Тинни скоро ТОС появится, но тролль как-то не спешит. Понимает, что надо восстановиться по регену, пармить дальше. Смерть на миде, не могу сказать, что она как-то ситуацию меняет. Пока нет, пока нет. Пока все равно лина будет стоять, чувствуете, что вы на линии очень комфортно. Ну, это просто такой буст по морали для команды. Типа, парня засолил Чела на миде. Ха-ха, изи катка. Вот, разве что это как-то так работает. А так, да, мы видим, что у лина 18 скрипов, у Снэпфайр 17. Разница действительно небольшая. Снэпфайр сейчас идет забирать руну. Это руна невидимости. Таким образом, на мастер-майнд выйти теперь без детекшена невозможно в ближайшие 2 минуты. Потому что он просто нажмет руну невидимости и останется в живых, ты его не загангаешь. Вот, а, кстати говоря, под ульт Снэпфайр реально можно было бы сделать выход к Локу. У Клока Смоук есть. Там, если со спины зайдет, товарищ. А у тебя звездочки в никнейме у Клока? Да. Это цензура типа-то? Или это у него просто такой никнейм? Просто я сейчас... Это может быть и цензура, и никнейм. Не знаю, не знаю. Не, ну там же вроде в цензуре хотя бы одна буква остается, нет? Не-не-не-не, вообще нет. Она все... Забавно, но Дота цензурит даже такие, казалось бы, безобидные слова. Ну, там же, да. Когда только это появилось, там же вообще нацензурило чуть ли не все подряд. Сейчас, вроде они немножко подпиксели, но все равно. Ладно, у нас тут Синий пришел и умер. Руну забрать не смог. Хотя до этого от Синий было очень много импакта. Ну, ничего, это Смир тоже для ничего не решает. Он начало проявил себя по полной. Там на топе убийство на Симберсоу. Симберсоу, Батрайдер. Вот, Батрайдер начинает работать. Да, это там крипы бьют, это Рэндж, пусть Катапульта стреляет. Опа, полетел снаряд. Задувка неточная, и танк поздно. Ой, так все нажали, и... Мемно. Нажали три кнопки, ни одной не попали. Да, забавно. Так, ну что там у Снэпфайр? Шестой есть, все. Снэпфайр профармливает здесь крипочков пока маленьких. Мана у нее на ультимейте есть. Если Клоу как-то со спины на Лину выйдет, Лина умрет моментально. Потому что у Снэпфайр дамажит очень больно. Все, что нужно сделать, это обездвижит цель. В боте нападают на Спектру. У Спектра топовый крипстат. Но как-то я вот как-то не взгляну на бот, там все время Лилплеп втерпливает прям максимально. Стоит без хп, его отгоняют от крипов. Но по КС у него все действительно очень-очень хорошо. Пока что. Так, Тинни выходит в бот. Очередная попытка от команды Немига переломить ситуацию на легкой линии. Тут видишь, Кентавр Чена маленький был. Он, по-моему, спалил вот этот переход. Ребята подумали, а может быть Тайм-Вижн? Вижн никакого не оказывается на горе. И ребята сами чистят в ответ вард. Сентри вард, ничего страшного. Атака неожиданная на Спектру. Вот та самая атака на ровном месте вроде ничего не предвещало беды. И под Спектру уже умерла. Бабушка прилетает, начинает стрелять. Троллю больно ультимейта нет. И тролль, конечно же, не может нормально под батарейками перемещаться. Плюс Снэмфайр попадает снарядами. И хорошо. Очень, кстати говоря, действенная будет комбинация. Даже без когов, мы видим, хватает батарейками, чтобы героя подстопить. И вкупе с ультимейтом бабки убивать можно почти любого. Ну, Тимбера пока нет. Но в будущем, если он там не прикупит себе много защиты от магии, то может быть и его. Он решил сразу с Лотуса стартовать, чтобы диспейлить в себя стаки Напалма. Это, в принципе, довольно грамотно. Тут как таково... Не, ну магия, конечно, есть. От Снэмфайра очень много магии. Но, мне кажется, если Тимбер просто защитит себя... Лотусом от какого-то Напалма и от дебафа горения, то он может просто на Тимберчейне от бабки улететь. Ну, то есть бабка будет стрелять, он Тимберчейн даст, и все будет ок. Бэтрайдер телепортируется прямо на спину к Тимберу. У Тимбера есть телепортация, но жать он ее, конечно же, не будет просто так. Пытается заманить Бэтрайдера в деревья, чтобы там его как следует раздамажить. Но, конечно же, Бэтрайдера здесь переиграть в такой ситуации очень трудно. Ну вот, Бэтрайдер против Тимбера работает, о чем и речь. Тролль в боте терпит, умирает. Спектра приходит сюда и будут пытаться... Да что ж такое, даблкил для Чена. Очень неприятно, на самом деле, вот это вот видеть, когда, ну, в таком замесе, где, казалось бы, фришные фраги для твоего кэрри, Чена забирает все это дело, вот. Но тут важно то, что ребята на вышку наседают сейчас и тэпать эту вышку, скорее всего... Хотя, приходит Тимбер, есть Греча, ой, прокат, хорошо залетает. Ну, должны забивать. Нет, хендап гада еще, ясное дело. И, знаешь, в итоге, да, удивительно, но Спектр-то минус получится. Она заработала за три фрага 50 золота, я посмотрел по этой рекапе, и сейчас получается сколько там, ну, минус те же 50 золота будут, а то и минус 100. Минус 75. То есть, кроме опыта, Спектр ничего не зарабатывает. Чем заработал три сотни, они ему не нужны. Вышку не спушили. Из плюсов, конечно, то, что тролля дважды все же убили, это факт. Тролль по Нетворцу проседает, это видим мы уже прямо сейчас. Но Спектр-то ненамного, но еще ниже. Так что, пока два кэрри-героя на карте прям очень бедные. А если тролль покупает БФ, то при приобретении этого предмета он начинает фармить намного больше Спектра, это факт. Таких игр видели мы уже не одну, когда на хорошем фарме Спектра и на хорошем фарме Тролль, и Тролль просто покупает БФ там на 14-й минуте, и к 20-й у него уже на 2 тысячи больше, к 25-й на 4 тысячи больше, к 30-й там на 6 тысяч больше. Пытается умереть от нейтралов, Чен у него получается это сделать. Здесь, конечно, ситуация немного не такая. Здесь и у Чена, и у Тролля все было плохо на линии. Ну, то есть из-за того, что там постоянно идет долбежка друг друга, ни у Спектра, ни у Тролля нет топовых нетворсов сейчас в игре. Вот, и поэтому тут БФ будет как бы, ну, такой немножечко поздний, скорее всего. А тут чуть-чуть хуже среднего, я предполагаю. Если, конечно, Тролль там не нарубит каких-нибудь крутых фрагов, да, там за ближайшие 5 минут. Ну, вот там, может, на 16-й, на 17-й минуте печенька неточная от Мастермайнда. Выход от Тини здесь на Баунтируну. Он успевает Баунтируну подобрать, убрать. Тем временем Бэтрайдера убивают в другой части карты. И здесь должны еще... А, Баунтируну в итоге у нас Тролль подбирает и ставит паузу. Вот. А знаешь, Лекс, намек на что это? На коэффициенты, может быть? Конечно, от наших корешей из париматч, конечно. Ну, давайте посмотрим. Ну, они изменились в пользу команды Сайбериум. Хотя... Уже нет, уже не сильно, да. Там, они прыгают туда-сюда. Но мы видим, какие-то качели идут бесконечные. 2000 за командой Немига. И Тимбер-то начинает поддушивать уже. Тимбер может стать той самой главной проблемой для команды Сайбериум. Его ведь отпускают. Лотус появится совсем скоро. Тут Арканы, по факту, заменить. И не так много осталось ему докопить, учитывая темп фарма. Лина. Тоже пока еще не так активно. 0-1-1 счет. Но мы понимаем, что все-таки это Лина не четверка. Это Лина, которая сейчас будет выходить в лагуны, постоянно нажимать. И уже не только ассисты зарабатывают, но и фраги. Но пока мы видим такие неспешные тревела. Там никакого быстрого юла или нечто подобное. Просто путь тревел для старта. Аркан Ринг. Выбили с одной и с другой стороны. Снэпфайер с геноптиком. Аркан Ринг. Даже не знаю, кому-то. Ну, Батрайдеру, видимо, да, Батрайдеру. У него основной атрибут интеллект, поэтому... Ему Аркан Ринг, помимо восстановления маны, дает еще и... Дополнительный урон руками. Хотя ему это и не особо нужно. Опять-таки, потому что фармит он напалмом. Довольно много урона получает. И фаерфлайем. Хорошо соперника может дамажить. В топе на спектр нападает Тимбер. Слегка пропиливает. И все. Вот Батрайдер может доставить Тимберу проблемы. Пока он не палится. Ждет удачного момента для атаки. Какие-то стаки Тролль забирают здесь. На Эншентах. Что там успели сделать игроки Немига. Тролль восстанавливается. Да, мы это видим. В лесу фармится очень классно. С парменшилдом. Спектр так фармить быстро в лесу сейчас не может. Если аренталона какого-то, тем более, нет. Что-то меня это, конечно, ситуацию пугает по всем позициям. Там и Тимбер опасный, и Лина вот эта сейчас будет с травелами. Вот он дальше Юлы будет поддушивать. И я думаю, мы можем видеть здесь какой-то и Шадоу Блейд, и Сильверайдж от Лины. Почему бы и нет? И Шадоу Блейд покупается на Лине спокойно. А там уже и до Сильвера. Рукой будут подать, и можно будет спектр пытаться. Ну, если мы говорим про Лину, которая будет с физ. уроном, прям там с НКБ каким-то. Почему бы и такой вариант не рассмотреть. Но это все попозже. Еще одна смерть для Чена. Тимбер в деле. Тини в деле. Кстати, что немаловажно, очень приятно, что Тини фраги зарабатывает. Это ведь залог на Блейдагер быстрый. Ну, почти в любой игре Тини саппортов начинает с прокаста просто тушить. А если минимальная поддержка есть, то можно пытаться и Батрайдера, и Бабку даже убивать. Тем более, Тимбер это будет делать с привиклием удовольствием. Релиндессу нарезать. Который еще пока не промахшен. То есть Тимбер еще только-только начинает свой путь убийцы. Пока он такой билд берет защитный. Ректифармор уже в 4, Тимберчейн в 3. Ну, можно сказать, это так. Молки, ребята. И кого же можно отыскать здесь? Ну, пока Батрайдер, цель номер 1. Батрайдер идет просто на линию, по всей видимости. Ну, а куда еще тут ему лететь? Он что-то чувствует. Чувствует? Ну да, что-то чувствует реально. Скан есть, не нажимает, просто уходит. Оу, Кентавр полетел. Красиво! Станы длинные. Ну, можно Лагуну давать не жалеть. Лагуна дается, когда... Боже, ты мой НЧ забирает. Это же был вард, который дал вижен. И под этот вард сделали то с Кентавра. Да. Реально пук-чамп получился на Тимбера на палюхоте. Бабку ультует. Тимбер, ну вот видишь, он просто на Тимберчейне улетает. Тут Хаунд кастуется. А, ну там Лину убили. Нет, лучше бы тогда, конечно, Тимбера позабрали. В таком случае. А Тимбера ведь могут еще и не отпустить. Он старается уехать на Тимберчейне. Нет, все-таки отпустят. Клок с хукшотом без? Нет, Клок без хукшота. Лину забрали. Лина купила травола. Дальше выходит в Юл. Не знаю, мне кажется, Лине надо рашить БКБ прямо в этой игре. Потому что ей не дадут жизни ни Клок, ни Бабка. Они будут постоянно в эту Лину въезжать. А тут больше въезжать-то не в кого, по сути. Только в Лину. В Тролля въедешь, он может ульту нажать. Как-то там... Лина, она выглядит максимально беспомощно. Вот именно в данный момент. И даже когда она Юл приобретет, это тоже никаких гарантий не даст. Так, хотят еще раз напасть. Видимо. Или нет. Просто подходит Бабка, чтобы пофармить. У Бабки у нас уже половина Аганима имеется. Хорошие тайминги. Приобретается Блэйдмейл спектрой. Очень популярный предмет. Ох, не знаю. Мне кажется, Блэйдмейл понерфят. Просто вот там, по крайней мере, 20% пассивки, наверное, сделают там хотя бы 15%. А то это смешно, как Спектра с Блэйдмейл. Смотри, как она фармит с Блэйдмейлом. Ловко. Переагарит крипов на себя. Там дисперсия плюс Блэйдмейл работают. Просто какой-то... Она может стаки Эншентов фармить Блэйдмейлом, если что. Там нажимается БМ, и Эншенты сами себя просто убивают. Там стаки же делаются обычно под Спектру, да. Это уже не редкость. Смотри, вот она как раз сейчас пойдет фармить. Вот просто обратите внимание и скажите... А, стаки уже есть даже. Ну вот смотри, смотри. Просто она сейчас нажмет БМ, и все вот это вообще зафармит. Оп. БМчик нажали. Не хуже какой-то Фантомки, я не знаю, там, с первым Эмпауэром, знаешь. Ну, только Спектр эта Фантомка и есть. Ну, по лору, да. Это Фантомка, которая настолько погрязла в убийствах по контрактам, что превратилась в Спектру. Ну, ее ножи вот эти превратили, которые Оракл ей выдаст. Правильно? Ну, я подробностей не знаю. Пятерка по лору, мне нравится, что ты знаешь. Не, ну я просто где-то что-то слышал. Такое. У меня есть комиксы с Дотой, на Инте я купил, но я что-то так не особо подробно их смотрел, не особо подробно их читал. Тимбирота убили снова. Тимбирота убили, у которого Лотус появился, и как-то не особо он и помог, видимо. Там просто залетело лассо, и его уже не выпустили. Файр, как я понимаю, ультануло. Неприятно. Ребята подфиживают, но с другой стороны тролль получает пространство, он получает уже Бутлфюри на 17-й. Но тайминги не лучшие, конечно, бывали поинтереснее. Лина продолжает летать вместе с Тиней по карте. Ну, Тиней купил блик, это понятно, что с Тиней Лина это лучшие друзья. Они, по сути, могут вообще любого на карте убивать. Если Тиней врывается с прокастом, Лина нажимает стан лагуну задувку, начинает стрелять. Они убивают просто любого. Что нужно сейчас вот эту парочку опасаться. Не уверен насчет Спектра под ультом Чена. Могут не убить. Ну, посмотрим. А остальных, да, конечно. Остальных убивают вообще без проблем. Хотя вот довольно странная ситуация. Спектра 1500 хп, у Бабки 2000 хп. Но вот по каким-то внутренним ощущениям, если Тиней врывается в Спектру, выдает прокаст. Вот под это все Лина выдает свой прокаст. И ульт они вот Чен, мне кажется, Спектру не убьют. А вот Бабку, мне кажется, убить могут. Ладно. Смоук от Дайер. Они хотят под Хаунд сейчас сделать выход. Они понимают, что тролль фармит намного быстрее, чем Спектра. И Хаунты надо обязательно реализовывать, чтобы Лил Преп немножечко, ну, как-то держался, скажем так, на уровне. Он все равно будет отставать, даже если Хаунты будет нажимать хорошее. Но так будет разница не сильно большая. Пока что никого не находят. Такое ощущение, как будто не мига читают. Могут найти тролля. Но за тролля, я думаю, впрягутся. Тролль, если не получит лосо, его за лосо не убит, он просто ультимейт нажмет. Поэтому тут ситуация такая. Неоднозначные ребята выходят. Но мне кажется, можно, если что, будут контратаковать. Тут рядом Лина будет. Тем более, она с травелами быстро придет в драку. Так. Ну что, будут кого-то кидать? Кидает Грудинова. Ну, хорошо. Убивают Сини. Но это ультимейт Бабки. Мне кажется, это дороговато получается. Может быть, и контратаковать. Ребята захотят из ними. И пока просто наблюдают. Если с Айбериум за этот фраг заберут вышку в центре, то, в принципе, нормально. Но такое ощущение, как будто не собираются ними га отдавать эту вышку. Глокерк врывается вперед, цепляет здесь ничего. Ой, а что, детекшена никакого нет? Ха-ха! Хенд оф гад! Ну, как-то я не вижу, что ребята прям вот так. Я не вижу тролля, который сюда летит. Ну, как-то вот за троллем вообще летят вниз. А тролль просто фар. Сфектор давит, батрайдер давит. Хотят тролля убить, возможно. Ну, хорошо. Но ребята как-то забыли, что драка в Теранцентре продолжается. Там еще остаются ребята. И погибает Чен и Клокер. Укупается Энча Антрас. Батрайдер на фаерфлайе подальше улетает. Спектра нажимает телепорт. Там на легкой линии очень много грипов. Ну, в целом нормально. Ладно, сойдет, сойдет. Энча выпуталась, как говорится, на ровном месте. Там не хотят еще отпускать до конца. Смотри, Лина отсекает. Уже не отпустят, похоже. А маны нет на А. А лагуны нет в принципе. Лагуны нет в принципе. А он нажимается. Есть прыжок. Но прыжок такой себе. Пытаются убить хотя бы Лину. Лину убили. Бладмейл активирован. Тинни в Глимеркейпе. Воюет Тимбер до конца. Не хватает здесь тролля. И он не придет. Что-то как-то все получается... Плохо. Плохо все делают. Плохо, конечно. Они не похожи сами на себя. Очевидно, не хватает. Это ладно, я там что-то не вижу. Грубо говоря, не успел прокликать Лину. Ну, посмотреть, есть у нее лагуна. Хватает ей маны. Я в самый последний момент увидел, что у Лина вообще нет маны на лагуну. И вообще самой лагуны нет. Вопрос. А зачем, ну, типа, форсить вот это вот? Если у тебя уже нет ресурсов, то, очевидно, никого не убиваешь. Плюс спектра. Она же Хаунд мне жаловывает и во всей ситуации. Очень странный какой-то мув. Короче, Немига играет просто на своего тролля. Надеюсь, что он, как бы, засолит игру. И в этом есть рациональное зерно. Тролли умеют так делать. Но та дота, которую мы сейчас видим, она такого немножко устаревшего образца, знаешь. То есть в доту сейчас так не играют. Сейчас стараются вот, чтобы, ну, и Кэри тоже подключался иногда в игру, тоже помогал. Тем более тут у Кэри и левел вроде какой-никакой есть. И вот сейчас... Хотя, может быть, БКБ появится, он уже и будет подключаться. Просто без БКБ ему как-то стрёмно входить. Когда там ульт-бабки, когда там трайдер летает, огнём всё прожигает. Так-то тоже верно. В общем, будем посмотреть. Спектра отправляется снова в парминг стаки Эншентов. Снова подрубается Блэйдмейл. На этот раз у Лилхлеба есть Яша. Соответственно, делает он прокачку лесов уже быстрее. Находит эссенс ринг. Возможно, оставит себе. И поскольку дополнительное здоровье для Спектры, это есть дополнительный урон. Который сочетается... Ну, который исходит от его дисперсии и от его Блэйдмейла. Так что эссенс ринг на Спектре это вполне хорошая тема. Но так, наверное, Клокерик бы не постеснялся бы забрать. Не помешало бы тоже какую-то дополнительную стойкость приобрести. И что ли, сам Клокерик тоже у нас планирует БМ покупать. Есть еще желающие БМ купить в этой игре? Похоже, что нет. Манта появляется у Спектра. Спектра при покупке манты становится невероятно сильным героем. Поскольку ее иллюзии начинают очень-очень-очень больно бить Дизолейтом. Скорость атаки у Спектра хорошая. И если сейчас с Айбериум даже какой-то, знаешь, удачный выход сделают, то они могут со спокойной совестью пойти на Рошана. Потому что вот так, хорошо, Клок кукает, Когами отталкивает, залетает Тайру. Крип полетел, Лотус на себя прокастовывает Тимбер. Ласто пока что-то не получается. Но все-таки Тимберы забирают и так. БКБ покупает тролль, пытаются здесь как-то на развороте сыграть немигу. Ультует бабку. Но ворвался Тинни. Может быть, получится хоть что-то сделать. Но Спектр пока просто бессмертно идет за Линой. Лина ничего не может сделать. Ну, ты, в общем-то, абсолютно верно сказал, что без БКБ Лина просто пирожок. Притом тут для всех. И для Снифаер, и для Клок, и для Батрайдера, и, видимо, и для Спектра. Нажимает тролль ультимейт. Может быть, даже кого-то и получится убить, и не врывается. Ну, слушай. Ну, близко. Близко. Ну, правда, теперь тролль без ультимейта. Стан от Кентавра. Тинни еле живой погибает просто от крипов. Ну, и догорает. И тролль это минус пять. Выживает два Кора. Выживает и Чен. Ну, и ситуация... О, я не могу сказать, что для Немиги она была до этого критическая. Они по золоту вели. Они сейчас немного проигрывают. Но все драки они проигрывают как будто тысяч пять. Преимущество, а то и десять у Сайбериум. И Спектра разгоняется до неадекватных уже значений. Манты, Бладмейлы, и вот уже и Дифуза сейчас будут. И для тролля это тоже плохая новость. Манопул маленький. Ты можешь там оставаться на тысячу хп, но у тебя маны уже просто не будет. Про Тимбера, про Лину я тоже ничего говорить не буду. Тут ясно, Тимбера без маны это просто жирный танк. И то, мы видим, что Тимбера пока убивают слишком много. Пять мертей у него уже. Там зареколили бабку. Будут пытаться сейчас сделать очередной фраг игроки с Сайбериум. Тимбер видит, кажется, все это дело. По крайней мере, помигал туда. Я не вижу тут. Да, вроде бы как обсервер какой-то стоит, что ли. Или это сентря. Сентря, наверное, Рейдиантовская. Ну, короче. А, вот обсервер стоит. Все, 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 вижу. Да, ты прав, абсолютно прав. Очень тяжело сейчас будет, когда у Спектра появится Дифуз. Еще, еще хочу сказать. Как-то стали популярными Дифуза у нас на стриме. Я не знаю, в чем проблема. Может быть, равняться на покупку Дифузов и не стоит в этих играх, поскольку это второй дивизион. В первом дивизионе, если честно, я не вижу Дифузов. Вообще нигде. Во втором дивизионе это, наверное, уже третий или четвертый Дифуза на Спектре, который я наблюдаю после манты. Так, полетел у нас Клокер. Кстати, очень круто залетает. Кукшот минус Лина. Моментально. Жмет БКБшечку тролль. Тролль может, конечно, развернуться, дать ульту, но... А Лассо же есть! Ой, ну там... Не было детекшена, что ли? Детекшен, может быть, и был, но просто не успел. Там я смотрю, что на НЧ висит эффект дастов. Поэтому, наверное, детекшен-то и был, но просто не успел Батрайдер дотянуться. Ну что, фришный Рошан под манты Спектры. Прямо сейчас. Прошлая драка... Но мы видим, что происходит. Нажимается Хаунд, Спектр прилетает тут же на Лину. На Лину летит еще и какой-то хукшот, либо бабка плюется там крипом или героем, неважно. А там и то, и то было. То есть там и в этой драке конкретно бабка бросила Клока, который попал и в Тинни, и в Лину. Клок еще и хукшот, по-моему, выдал там. И еще и Хаунд был. То есть там для Лины просто нет шансов. Без БКБ она просто не выживает. Есть ли смысл посмотреть на коэффициенты? Последний раз за эту карту. Потому что, может быть, его же и нет. Давай посмотрим. Ой, ну тут, конечно, париматч предлагают цифры неутешительные для команды Немега. 1.05 на Сибериум и почти 9 на Немегу на эту карту. Хотя преимущество не такое большое, но идея-то понятна, что будет дальше происходить, что это преимущество будет расти и расти дальше, потому что герои из Немега постоянно умирают. Спектра уже показывает свой потенциал, и с другой стороны тролль показывает, что как ему тяжело. Ну что, диффуза есть, Тимбер пока улетает, Батрайдера поднимает в Юл. Есть у Батрайдера и Бакабайт, Тимбер, еще один Тимберчейн может быть. Лассо может давать на Лотус, ничего страшного, в этом не будет. Тимбер все равно оказывается встанье, разумеется. Ну и принимает еще и Энчантрас минус Энча. Минус 3. Очередные. Ну и если открыть графики, то мы видим, что там сплошные красные квадратики и какие-то там зеленые, совсем их немножко за последние 10 минут. Команда Немега пытается фармить тролль БКБ БФ, но ничего нового у нее не появилось, в общем-то пытается дофармить Сильверайдж. Но тролль пока выглядит как один такой боец, и Линус БКБ когда будет, нет гарантии, что они будут ее также через хукшот лассо убивать. Падают башни. Это последняя внешняя башня, на 27-й минуте она падет. И Немега зажимаются потихонечку уже и на базе. Бабушка покупает себе Блинк. Ну и дальше можно покупать БКБ, уже не стесняться. А, там если игра затянется уже и до артефактов там 5-6-х, то МКБ, Дейдалус, что-то из-за. Мне кажется, тут бабушка уже может игнорировать БКБ и приобретать себе какой-то дэмэдж. МКБ или криты. Такое ощущение, как будто Немега сейчас идут вообще чуть ли не в последнюю драку. Потому что драка явно для них тут будет неудачная. снова схватили Лину. Инча умирает моментально. Лина являет себя, но по приземлению ее здесь ждет Спектра с диффузами. И Аегисом тролль БКБ нажал, пытается убежать. Инчу схватили в сетку. Цепанули, убили. Тролль ультует. Ну, Спектра с Аегисом. Там Аегис. Там Аегис, и тролль еще не факт, что Аегис получится выбить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тролль ему, конечно, может выкупиться. Ему, наверное, даже придется выкупаться сейчас. Лина выкупилась. Если ребята из Абериума останутся здесь, надо выкупаться. Если уже и пытаться перевернуть эту игру, то прямо сейчас они ждут все море погоды. Бабушка с дробовиком, убивают бабушку. Еле живой патрайдер улетает. Тролль выкупился, и это дает свои плоды. Это выпитый стрих, пытаются убить и Спектру. Спектр диффуза дает, пытаются еще и Тимбера побить. Тимбер остается без маны. Битва против тролля. Прокаст от тени. Спектр погибает. И получается, за счет массовых байбеков, там их три было суммарно, получается выбить стрихи. Забирает какой-то стрик тролль, какой-то тени. Тиний прям забрал самый сочный стрик на почти восемь сотен золота. Ну, назвать это камбеком нельзя, просто потому, что только за счет байбеков. В следующий раз байбеков не будет, а команда с Айбериум-то пойдет в очередной раз в пятером со всеми кнопками. Ну, в следующий раз там и Аегиса не будет, но возникает ощущение, как будто с Айбериумом этот Аегис-то не особо и нужен для того, чтобы драки выигрывать. По крайней мере, три последних стычки они выигрывают без там практически каких-либо потерь. Может, там где-то Клокер погибнет. Или там бабка где-то неаккуратно зайдет, тоже умрет. Но в целом, как бы, все круто. У Айбериум, у тролля пока что только два слота. Вот он ВМ купил на 16-й минуте. Обогнать спектру по фарму он не в состоянии, потому что спектра постоянно хаунта нажимает и убивает тролля. Как-то вот так вот неудачно получается. Для карри-игра как команда Немига. Но самая главная проблема, мне кажется, в этой игре это Лина, которая очень мало импакта дает Смита. Просто потому, что постоянно умирает. Ну и мы что, ждем следующего хаунта от спектры фактически. У нее 4600 золота. Хаунт у нее есть. Что-то мне подсказывает, что захочет Лилплеб дофармить Скаде. Там Бутрайдер нажимает ПКБ, таскивает Тинни. Тинни с Яулом, может, конечно, он там под Яулится, но нет. Нее, тут сетка. Тут и бабушка может телепорт избивать печенька. Тинни нажимает еще. Блинкаут очень долго живет. Да походу, нет, все-таки бабка прыгает. Да, и должны буду здесь забрать. И ракетка светит, а то есть Тинни уже не спрятаться. Хаунт от спектры. Спектр прилетает на Лину, разумеется. Ой, как же быстро ее убивают. Просто ужас какой-то. Спектр летит дальше. Слушай, она ведь успевает под хаунт еще и на Тимбир. Придит Тимбир не улетает на хайграунд. Останется сейчас без мана. Печенька бабушка оказывается здесь на травелах. Очень быстро прилетает. Мастер-майнд и враг на Тимбире оформляется. Диффуза, спектры работают прям на ура. Ну и что, пушить хайграунд? Даже не до фарма в скаде. Будут с Айбириум. Ну это похвально. Очень смело играют ребята. Залетает петух. Жареный петух клюнул тролля. Получается. Под огнем, так сказать, вылетел. Цепанули. Ничего, ничего, я без бая. 70 секунд. Не будет пятой позиции у Немиги. Скади долетает прямо в процессе пуша. Есть арба у спектры, которая позволяет снижать броню по баракам. Броню у бараков снижать и за счет манты, за счет вот такого хорошего натиска под ченом. Ребята со спокойной совестью забирают здесь еще и милишный барак. Не хотят оставаться здесь дальше, потому что драться на вражеской базе не особо выгодно, когда хаунта нет. Ну и да, просто отступят, перегруппируются. Бабка 20 уровень уже берет талант правой ветки, но пока что не торопится покупать себе дэмэдж предметы. Хотя на самом-то деле уже можно. Как бы тут самая большая проблема у бабки, даже когда у тебя хорошо идет игра. Вот ты купил там аганим на 15-й, потом наделал кучу фрагов. У тебя, ну там появляются отравала, дайгер, у тебя еще куча денег, ну у тебя там например только 15-16 левел, знаешь. Вот и ты уже как бы можешь позволить тебе купить криты, но от этих критов ну просто никакого толку не будет, потому что у тебя нет 20-го уровня. Ты еще пытаешься как-то этот 20-й получить. Это вот реально проблема для Snapfire, ну каких-то вот позиций, типа знаешь на харде, например, если ты играешь. На миде там меньше таких ситуаций возникает, потому что с миды ты все-таки много экспы выносишь. И 20-й уровень ты относительно быстро приобретаешь. Вот за 30 минут бабка 20-й уровень сделала. Смог от Сайбериума. Следующий хаун через 5 секунд. Гривзы появляются у Чена. И вот следующая атака команды Сайбериум вполне может оказаться последней на этой карте, потому что за хаунт тролля вообще убить не проблема через скади. Нападение на Тинни пока снизу. Ну да, дешевый. Тинни это тоже важная единица. Дешевый. А байбэк у нее есть, ну это плюс, это плюс. Хотя боится, что выкупится. Главное сейчас не миги не выходить особо с базы, вот сейчас венчаут это может выйти. Но вот это зря, это лишние, очень ненужные выходы. Глиммер активирован, лотус активирован, хукшот все-таки попадение. Тинни надо выкупаться. Тинни нужно выкупаться. Сейчас будет драка масштабная. Клоппер выживает, хендлка тактируется, клоп уже в фулл хп практически. Где-то оказывается далеко тимбер, в очередной раз байбэков в этот раз мы понимаем массовых не будет. Погоня дальше за Линой, БКБ от Батрайдера очень грамотно, прямо под гречо нажимается. Тролль у тиммейт успел нажать, но в погоне за иллюзиями. Бегает за иллюзиями спектры. В погоне за иллюзиями. Но это ГГ. Это ГГ. Да, тут байбэков просто нет. Ну вот, как бы Сайбериум надрафтили. Не используя бонус тайма, использовали, так сказать, свою стратку, видимо, заготовочку на этот матч. Да было видно, что у них как бы получше ситуация. Единственное, что заставляло задуматься, вот конкретно для Сайбериума, это вот этот вот тимбер, который должен был, типа, прийти на линию к спектре Чену. Да, и там доставить неудобства. Вот, а тролль, типа, если бы хорошо Санчоя против Бэтрайдера бы там простоял, то у команды Немига все было бы хорошо на стадии лайнинга. Они могли бы как бы придушить просто, да. Не убивали бы прям постоянно Лину. Лина бы наверняка играла сама от каких-то атакующих позиций. Так, секундочку. Сайбериум у нас выиграли, да. Сама бы играла от каких-то атакующих позиций. Игра могла бы, ну, по-другому пойти. И мне показалось крайне странным, что Немига не посвапали линии. Неужели они, ну, не поняли сразу? То есть враг прячет героев. Очевидно, он специально их не показывает, чтобы воткнуть Бэтрайдера против Тимбердабвы. Для чего вообще делается вот этот Ферстблат? Ферстблат делается для того, чтобы убить героя, а потом посвапать линии. Потому что вражеский вот этот вот персонаж неудобный, он потратит свою телепортацию. И ты можешь спокойно линии просвапать. Но тут у врага Чен, и это сделать намного труднее. Они, короче, я не знаю, Немига просто, они просто не подумали. Реально не подумали. Это дефолтное объективное решение, которое в тысячи пабликах уже принимается. И сами игроки наверняка в такие ситуации попадали не раз. Ну, вот очередная ситуация, очередной урок. Остается только надеяться, что в следующий раз Немига как бы воспримут. Эту информацию верно и все сделают правильно на лайнинг-стадии. Ладно, мы с Лексом идем на небольшую рекламную музыкальную паузу. Друзья, далеко не уходить. Вторая карта скоро начнется. Продолжение следует...